Глубоко уважаемый президиум, коллеги, добрый день. Я бы хотела вначале поблагодарить организаторов за возможность выступления в столь исторически чудесном городе. Итак, наша работа по изучению результатов лечения больных раком анального канала продемонстрировала достаточно высокие, как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения. Однако были выявлены осложнения, в том числе и поздние, о которых буквально еще 10 лет назад мы вообще не знали, не говорили, так как мы не определяли результаты лечения с использованием высокотехнологичных диагностических методов, в частности МРТ. И вот в этой работе мы хотим выявить пути возникновения этих осложнений и возможности результатов лечения, возможности воздействия на них. Итак, стандарт в клинических рекомендациях лечения плоскоклеточного рака анального канала – это применение радикальных доз консервативного химия-лучевого лечения на основе высокотактичной химиотерапии с применением препарата метамицин. Мы знаем, что плоскоклеточный рак – это высокорадиочувствительная опухоль, и лучевая терапия являются первой линией лечения данных пациентов. И стандарты лечения рекомендуют применять технологии комфортной лучевой терапии, желательно, чтобы это были МРТ-технологии. Показатели безрецидивной общей выживаемости и главное качество жизни этих пациентов зависит от современного мира оснащения радиотерапевтических отделений, онкологических диспансеров. И применение современных возможностей визуализации, в частности МРТ-диагностики, не только для планирования, но и для оценки результатов лечения, позволило в комбинации с современными МРТ-технологиями выявить достаточно высокий локорегионарный контроль, а также общую выживаемость и значительное снижение результатов, отдаленных результатов без метастазирования. Но мы выявили поздние осложнения. И отдельно хотелось бы остановиться на таких осложнениях, которые идут в тесно параллельный между собой. Это стресс-переломы и гематологическая токсичность в высокой степени. Что же такое стресс-переломы, переломы недостаточности? Они возникают в результате воздействия нормальной или физиологической нагрузки на ослабленную, деминерализованную или потерявшую эластическое сопротивление кость. А перелом слабости возникает в результате воздействия нагрузки, превышающей нормальную, на здоровую кость. Причина возникновения переломов? Прежде всего, это остеопенические состояния и остеопорост, постминопаузальный статус, ревматоидный артрит, длительное применение стероидных гормонов, бисфосфонатов, дефицит витамина D. В литературе описаны такие случаи, как перелом ладивидной кости у больного с гиповитаминозом D, сочетанный перелом шейки бедра и малого вертела бедренной кости у больного с хронической почечной недостаточностью, перелом грудины у пациента, длительное время применяющего стероидные гормоны. Диагностика крайне затруднительна прежде всего бессимптомным течением у более чем половины пациентов и длительным сроком возникновения с момента завершения либо лучевого, либо химиолучевого лечения. Однако в настоящее время применяют очень современные методы визуализации, которые именно и позволяют выявить эти осложнения. Прежде всего это МРТ-диагностика, которая описывает повреждения костной ткани без мягкотканного компонента и отек костного мозга. Компьютерная томография характеризуется как линия перелома или склеротические изменения без признаков остеолизиса. Сцентография показывает повышенное накопление РФП без достоверных признаков костных метастазов. И типичным для стресс-перелома крестца является вот такое распределение в форме буквы H. В ПЭТ-КТ в области перелома наблюдается накопление СУВ, но оно меньше, чем в опухолевой ткани, но больше, чем в здоровых тканях. Одной из причин возникновения стресс-перелома является также проведение лучевой терапии. И современные представления говорят, что именно стресс-переломы возникают после проведения лучевой терапии. КБПТ-генез описывается воздействием радиации на кость, что приводит к повреждению остеобластов и приводит к остеопении из-за снижения синтеза коллагена и активности фосфатазы. К повреждению кровеносных сосудов, возникновению структурной слабости кости. Как показал анализ литературы, пороговой дозой является доза 30 грей, а гибель клетокосной ткани происходит при дозе 50 грей при классическом фракционировании. Косвенное действие радиации, поздние повреждения характеризуются также повреждением стенок сосудов. И, соответственно, такое сочетание гибель клетокосной ткани и повреждение стенок сосудов приводит к структурной слабости кости. То есть к стресс-перелому, либо при нормальной, или физической нагрузке. Но, к сожалению, на сегодняшний день определена такая толерантная доза для такого осложнения, как некроз нижней челюсти. Она составляет 60-70 грей. Ну и маме описано доза 50 грей для головок бедренных костей. Что же мы можем выбрать из лечения стресс-переломов? Ну, применяются прежде всего ненаркотические обезболивающие, либо наркотические при необходимости. Ну, в случае неэффективности консервативного лечения может быть рассмотрена остеопластика. Также применяют препарат пентоксифилин. В нашем исследовании стресс-переломы зафиксированы в 4% случаев при применении высокотехнологичной химио-лучевой терапии на основе АМРТ-технологии. В основном все пациентки были женщины, женского пола. Стадия была распространенная у всех пациентов. Также у 4-х был в анамнезе зафиксирован остеопороз. И если останавливаться на одном из клинических случаев, это пациентка 52-х лет, в стадии Т2 и 0,0, у нее опухоль локализовалась в анальном канале с распространением на нижний ампулярный отдел. Притяженность была чуть более 3 сантиметров. И через 6 месяцев после завершения химио-лучевого лечения сама опухоль определялась лишь в виде фиброзной структуры без подтверждения четкого опухолевой ткани. Уже через 13 месяцев по данному АМРТ первичная опухоль не определялась. А в правой боковой массе крестца на уровне первого-второго позвонков была зона диффузного отека костного мозга. И вот по данным КТ мы видим в вертикальной линии обозначен стресс-перелом. Те же данные зафиксированы через 17-23 месяца после окончания химио-лучевой терапии. Определяется зона неравномерного уплотнения костной структуры. Изменения в костях таза, крестце соответствуют по случивым. А клинический пациентка без отрицательной динамики. И по одному из недавних исследований Диандерсен акцентируется внимание на то, что онкологические больные – это пациенты старше возрастной категории. Поэтому стресс-переломы необходимо рассматривать как мультифакторное заболевание. Как я уже говорила выше, в параллели с таким осложнением, как стресс-переломы, идет и осложнение гематологической токсичности высокой степени, на которое я бы хотела еще тоже заострить внимание сегодня. Итак, костный мозг – важнейший орган кровотворной системы, осуществляет гемопоэз и содержится в ячейках губчатого вещества. Далеко не во всех костных структурах содержится красный костный мозг. Это лишь тазовые кости, ребра, грудины и в меньшей степени, в меньшем проценте содержания позвонки. Костный мозг тазовых костей составляет больше всего по процентному содержанию – 40%. И я бы хотела отдельно остановиться на отделах костного мозга костей таза. Это поздошный костный мозг от гребни поздошных костей до верхних границ головок бедренных костей. Второе дело – это костный мозг нижних отделов таза. И третий – люмпосакральный костный мозг. Почему я останавливаюсь на этих отделах, я отдельно расскажу в последующих слайдах. Как я говорила, уже общеизвестно, что существует красный и желтый костный мозг. И их процентная пропорция зависит от наличия жира и воды. И что и определяет дальнейшая интенсивность сигнала на таком исследовании, как МРТ. Но активный костный мозг следует рассматривать только по данным ПЭТКТ. И вот в одном из исследований показано, что при суф максимального поражения кости ниже 3,6. И если наблюдается симметричная картина распределения умеренного накопления РФП, то это не говорит о том, что это метастатическое поражение костного мозга. По данным МРТ, желтый костный мозг, гиперинтенсивный, насыщается аналогично подкожному жиру в Т2 взвешенных режимах. А красный костный мозг демонстрирует низкую промежуточную интенсивность сигнала. Как показал регрессионный анализ, по данным автора МЭЛ, повышение В5, В10, В15 и В20 на весь костный мозг аналогично повышению В10, В15 и В20 на люмбосакральный отдел костного мозга. И это достоверно ассоциировано с выраженным снижением надиров для лейкоцитов и нейтрофилов. Чуть более позднее исследование показывает, что повышение В40 на люмбосакральный отдел коррелирует с гематологической токсичностью второй степени и выше. И при В40 более или равной 60% частота развития гематологической токсичности достоверно выше, чем если В40 менее 60%. Чуть позже автор другой уже в 2017 году, автор Розе, также продемонстрировал, что с надиром абсолютного числа нейтрофилов ассоциированы средняя доза на весь костный мозг и параметры В10, В20 и В30. Чуть более ранние исследования показывают, что аккумуляция значительной дозной нагрузки на отдело таза достоверно ассоциирована с развитием ранней гематологической токсичности. Ну, в плане диагностики проблема решена. У нас есть такие исследования, как не только компьютерная томография, но и МРТ, и ПЭТ-КТ, которая позволяет определить активный костный мозг. А вот нам, как лучевым терапевтам, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого инструмента в виде принятых четких дозных ограничений. И вот недавно вышла статья из университетской клиники штата Огайо, которая называется ПЭТ-КТ в помощи определения активного костного мозга и предсказания гематологической токсичности у больных, которым была проведена химия-лучевая терапия, высоко токсичная. И вот авторы рекомендуют, во-первых, при определении активного костного мозга по данным ПЭТ-КТ оконтуривать костный мозг вручную, а не так, как получается, при автоматическом оконтуривании костей. И далее уже ориентируясь на вот эти три отдела, на которых разделение происходит таза, возможно применять различные технологии лучевой терапии. Так как, например, латеральные поля при 3D-конформе лучевой терапии увеличивают нагрузку на боковые отделы таза, на головки бедренных костей. А косые поля, применяемые при АМРТ, наоборот, снижают нагрузку на люмбосакральный отдел. Но это колоссальная работа в плане работы для радиотерапевтов и для медицинских физиков в том числе. И вот, ну, во-первых, я хочу сказать, что сейчас в мире появились вот эти исследования, которые определяют выраженные, отдаленные, поздние повреждения. Но все они основаны на сегодняшний день пока что на очень небольшой выборке пациентов. И вот это исследование в нём о контуре не было по данным ПЭТКТ. Определили активный костный мозг, в среднем 954 см3 он составил, и определили предикторы гематологической токсичности третьей степени. Ею были определены ВИ-20 для менее 260 см3 и ВИ-40, где было менее 564 см3. То есть у 86% с ВИ-40, у которых менее 564 см3, гематологическая токсичность третьей степени. Получается, что чем больше костный мозг вне 40-грех, тем менее токсичность. В нашем исследовании гематологическая токсичность была достоверно выше в группе АМРТ и в группе современных технологий, современных методик симультантного интегрированного буста. Однако мы отдельно проанализировали эти группы в сравнении с химиотерапией. И оказалось, что именно в этих современных группах была проведена химиотерапия на основе высокотоксичного препарата метамицин. Сейчас мы определили такую группу, как в плане исследования, такую группу, как пациента колоректальным раком и плоскоклеточный, и аденокарциномы, которые также получали пролонгированный курс химиолучевой терапии, высокотоксичной. И в этой группе будет четко оценен анамнез, пол, возраст, обязательно сопутствующие заболевания у этих пациентов. Дальше мы планируем определить ВИИ общие для костного мозга, ВИИ 10, 20, 30, 40 и, возможно, найти предикторы токсичности. Хотела бы отдельно остановиться на том, что прописано уже во всех стандартах, что оконтуривание необходимо определять по данным МРТ, возможно, по ПЭТ-КТ, кто может себе позволить в своих клиниках это делать. И из клинического объема облучения, из СИТИВИ, должны обязательно быть исключены кости, мышцы и воздух. Что мы хотим добиться в поисках путей снижения токсичности? Уменьшение интегральной дозы. Возможно, пока что это только вопросы у нас, возможно, это можно скорректировать отступом от СИТИВИ к ПЭТИВИ, возможно, применением различных конфигураций полей облучения, или же применением различных технологий на каждый отдельно оконтуренный отдел таза. Ну, надеемся, что в ближайшее время мы уже сможем доложить результаты нашего исследования. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо. У меня только один маленький короткий вопрос. А так мы оставим, у нас есть время на дискуссию. Пожалуйста, записывайте вопросы, пересылайте сюда в президиум, и в письменном виде, и готовьте свои вопросы в устном виде. Скажите, пожалуйста, вот при все-таки стресс-переломах, почему в схему лечения не входят бисфосфонаты? И в целом, поскольку, ну, большей частью все-таки это касается именно женщин после менопаузального периода, да, схема лечения остеопороза, она достаточно известна. То есть, как вам кажется, как онкологу? То есть, для применения там мяка, альцика, для применения подобных препаратов, что могут быть какие-то онкологические противопоказания, с вашей точки зрения? Вы знаете, очень интересный вопрос. Спасибо. Это как раз дискутабельная тема сейчас и в нашем центре между практологами, лучевыми терапевтами, диагностами. Но вот эти осложнения как раз нам удалось выявить методом применения МРТ-диагностики для оценки результатов лечения. И заранее мы не могли предсказать, предугадать, что именно у этой, этой, этой пациентки будут такие осложнения выявлены. Поэтому мы и подняли этот вопрос дискутабельный, и определяем сейчас группу для исследования уже ретроспективно, именно в той группе, где были выявлены, а почему они выявлены, и что можно на будущее для дальнейшего планирования уже определить, что необходимо, как вот, что необходимо заранее определять перед началом проведения химия-лучевой терапии у данной группы пациентов. Возможно, конечно же, скорее всего, это и будут и сопутствующие заболевания, и возраст ранее проведенного кое-либо лечения. Но на сегодняшний день сложно прямо заранее ответить на вот этот вопрос. Ну, наверное, вот так. Спасибо большое. Ну, если можно, знаете, у нас задержка уже почти 20 минут, коллеги. Давайте, вот, это просьба нашего председателя немножко ограничить дискуссию, хотя я не согласна. Ну, тем не менее. Продолжение следует...